Девушки отдыхают И смерть Люди думали, что это навсегда Но когда мы ушли Жизнь возродилась Мне было шесть, когда я впервые увидела солнце Мама и папа были потрясены увиденным Мир изменился навсегда Ну а я Мне он казался совершенным Были еще выжившие, кроме нас Медленно, но верно Наша община росла Было трудно Но ненадолго настал мир Время процветания Новый дом Новая жизнь Все новое Но Как и все хорошее Это длилось недолго Рейдеры пришли с востока Их вели сестры Близнецы Они прознали про наш маленький рай Сказали, что хотят забрать его У нас не было шансов Они лишили нас всего Еды Домов Друзей Нам нужно было чудо И тогда мы услышали о Томасе Раше Они вместе с капитаном Изъездили все западное побережье Помогая людям отстроиться И их поезд как раз Направлялся вокруг Хоу Мама послала меня к ним Чтобы убедить помочь нам Вернуть наш дом Это был наш шанс Наше спасение Но случилось нечто ужасное Вернуть наш шанс Черт Кэп Кэп, ты живой? Боже Они идут сюда Вставай, Кэп Ну, вставай Это хреновы рейдеры Они убьют нас Вставай, Кэп Вставай Боже, Барнс Перестань визжать Или сюда сбегутся все Раш, ты выжил Помоги Нет, времени нет Уходим Барнс Мы не бросим капитана здесь Они на подходе Держимся вместе Ясно? Кэп Твой звездный час Нужно найти пушки Собрать людей И придумать, как нам спастись Легче сказать, чем сделать Не все сразу, Барнс Иди Мы сзади Барнс Осторожно Не стреляй раньше времени Посмотрим, что они Счастливого Рождества, засранцы Санта привез нам целый поезд подарков Что это тут у нас? Кролички Давайте, кролички, я спрошу вас О чем вы, блин, думали? Едете на огромном утюге Вокруг клубы черного дыма Думали, мы не заметим? Чего вам? Барнс Нам нужно знать Решаете вы проблемы Или создаете Что? Папа всегда говорил, что люди Либо решают проблемы Либо создают А в мире и так дохера проблем Мы ищем тех, кто поможет решить проблемы Наши проблемы И если ты это можешь Тебе лафа Еда, одежда, пушки Все, что пожелаешь Даже медстраховка Но если ты создаешь проблемы Что ж, папа научил нас, что делать с такими людьми Таких людей нужно порешить Наш старик в свое время постоянно так поступал Да, да Итак, кролички Вы решаете проблемы Или создаете их Конечно, решаем Мы решаем проблемы вообще по всей стране Барнс Мы дадим вам чистую воду Построим убежище Достанем все, что вам нужно Барнс, молчи Ты это сможешь Ну Я То есть не я Вот Раш Значит, ты И станешь тем, кто порешает наши проблемы Идите нахер Ладно Ты все? Так Спрошу еще раз Не изволите ли вы нам помочь, мистер наш Ладно Спасайся Эй Эй, очнись Я видела тебя в поезде Ты капитан безопасности Я Кармина Боже Я видела, как ты упал в воду и едва успела вытащить, но Похоже Только мы с тобой смогли сбежать Так Ладно Будь осторожен Близнецы Забрали Раша Но рейдеров тут еще полно Так, нам Нам надо вернуться вокруг Хоуп Мама Мама что-нибудь придумает Идем Так Давай Почти пришли Мы на месте Дома Надеюсь, мама цела Кармина Ой, слава богу Я чуть с ума не сошла Мам Дети, Маш домой Я сейчас Ты чего? В поезде были люди Они хотели нам помочь Но Рейдеры Близнецы Забрали Раша А остальных убили Ой, боже мой Это было ужасно Мне очень жаль Мне так жаль Зачем я вообще туда пошла, мам? О, зайка Что нам теперь делать? Я Я не знаю Я не знаю Ведь нам никто не поможет Мы сами по себе Только мы Тщ Давайте пойдем в дом Расскажете мне все Спасибо, что вернул ее Так, хватит Ты умеешь стрелять А ты лучше всех знаешь эту долину И? И Сидеть и скулить бесполезно Так Раш должен был помочь нам обезопасить себя Значит, сделаем это сами Люди в этих краях разобщены Нам нужно найти их Собрать вместе Показать, что мы можем дать отпор Мам, это непросто Знаю Но выбора у нас нет Я хочу с тобой поговорить Мы на месте Дома Мама права Мы с тобой сможем привести это место в порядок Если понадобится помощь, зови Буду сражаться вместе с тобой, Кэп Ты ведь не против, что я зову тебя Кэп? Капитан безопасности звучит слишком официально Видок у тебя, прямо скажем, не очень Добудь себе новую одежду, прежде чем мы примемся за дело Знаешь, поговори с моей мамой Она расскажет тебе, что можно сделать для процветания Работаю на износ Но оно того стоит Придет пояса потуже Нужно приютить как можно больше людей Нужно действовать Прямо пир Меня зовут Ким Так получилось, что я здесь за главную Знаю, тебе и так уже досталось, капитан Но мы сейчас в очень тяжелом положении И боюсь, кроме тебя больше некому нам помочь Мы ждали поезда, надеялись что-то изменится Думали, что мы будем вместе строить дома и растить урожай Что дадим отпор близнецам Но эти планы рухнули Значит, дело за нами И у нас много работы Сейчас я покажу, как тут все устроено Это округ Хоуп Чтобы выжить из сооружений максимум Их нужно улучшать с помощью этанола Ищи на карте аванпосты рейдеров Там они хранят украденную нас этанол Зачищай их и возвращай наше добро Вот здесь ты найдешь специалистов Которые повысят наши шансы на успех в борьбе против близнецов Приведи их сюда И процветание станет сильнее Но без Томаса Раша У нас ничего не выйдет Он знает толк в строительстве поселений И без него мы не сможем вывести процветание на новый уровень Близнецы часто отправляют пленников в угольную шахту Наведайся туда Решено Мы спасем Раша Найдем специалистов для работы на базе И достанем столько этанола, сколько нужно для развития производства Помоги нам И мы сделаем все, чтобы помочь тебе Эй! Слышит кто-нибудь? Это Сручок Основатель Сручкопедии Мне нужна помощь в поиске кое-чего важного Ну, типа, очень важного Кто-нибудь Ладно, конец связи О, слава богу Очень рад Я Сручок Создатель Сручкопедии Ну, знаешь, магазин карты, сведений Сручкопедия, любая мелочь Вот в чем беда Сручкопедия в опасности У меня пропало все Сведения, карты и, в общем, все И даже бизнес-план стащили Но, но я знаю, кто это сделал Мой сотрудник Ричард Он не может без азартных игр Вечно режется в карты, пока не проиграет рейдерам последние штаны Думаю, он спрятал все эти вещи Иначе сразу остался бы ни с чем Обходительными этих ребят не назовешь Обычно Ричард играет недалеко отсюда Если напугаешь его, он попытается сбежать и приведет тебя к своему убежищу, я уверен Сам бы справился Да колени у меня больные И легкие, и глаза Ну, ты понимаешь Ну что, вернешь мой бизнес-план? Поможешь мне сейчас, я помогу тебе позже Сручкопедия дает гарантию Ну, в общем, да Я проиграл свою одежду в карты Ха-ха-ха У меня проблема, Сичош Я не думал, что все так обернется Я был разведчиком Сручка И думал, что рейдеры — отличный источник инфы Они ведь все время путешествуют Мне обещали заплатить И не успел я опомниться Как проиграл все средства Сручка Единственное, что я еще мог им предложить Это моя одежда и бизнес-план Сручка План лежит в моей нычке В небольшом бункере и за тем холмом Клянусь, я больше не буду играть Прием Боже, это у меня такой голос Конец связи Нет, не конец Хотел сказать, что мне пришлось переехать Но думаю, теперь я даже ближе, чем раньше Тебе на юг вроде как Ты найдешь меня, я знаю Ты справился, я в тебе не сомневался Я бы хлопал от радости Но папа говорил, что так делают только дети и клоуны То есть не я Помнишь, я говорил, что в долгу не останусь? Так вот, с этого момента штаб Сручкопедии находится в процветании Вот, мои разведчики собирают данные И у меня снова будут карты И... ну, увидишь! Согласно бизнес-плану Сручкопедия станет известна по всему миру Мой папа говорил, что так бывало раньше Все будут помогать и слать пожертвования Будет круто! Увидимся в процветании, да? Да, уже не терпится Пока, удачи! Привет, это... Эээ... Селена Ну, как гангрена Короче, огромная часть моей жизни Которая лежала в коробке Улетела в какую-то адскую дыру Время не в обрез, правда, в обрез Ну, это ничего Тут все важно Физика Психология Эй, не поможешь мне? Есть время? Боже, дружочек, у меня тут случай эпического провала В прямом смысле этого слова Я эти выращиваю Травы Ну, ты понимаешь Не спрашивай, какие Те самые, да, те самые Я притащила сюда свой полевой комплект И... Хе-хе... Он упал Свалился, блин Прямо в эту странную дыру А там, типа, результат всей моей работы за год Что за набор? Ну, за последние полгода он спас меня от восьми недостаточностей и четырех инфекций Я, конечно, могу вырастить все заново, но если по чесноку... Ну, реально, дружочек, это аптечка, я без нее сдохну До следующего урожая точно не дотяну Да что там, до следующего месяца Сейчас люди мрут от любой заразы Достанем аптечку и мы протянем еще какое-то время Чтоб с чистой душой сдохнуть в бою А не от того, что наступил на гвоздь Светы, пернатые сиськи, ты справился Захвати мою аптечку Не забудь, ладно? Захвати ее О, я люблю тебя Люблю, да усрачки Я буду жить Я не умру И ты не умрешь Вместе будем балангаться тут Я смогу обеспечить всех аптечками, как только доберусь до оригинала Дай-ка ее сюда Ах, ты моя симпапушечка Она снова с нами Как же это облегчит мне жизнь Теперь, когда расчесываешь укусы, можно не бояться занести инфекцию и помереть от сепсиса Ну, спасибо, респект тебе Я вообще собиралась помогать людям, все такое, а не корешки в грязи дергать Можно я пойду с тобой? Устрою лабораторию у тебя в саду или где угодно Прокачаю твою иммунную систему Будешь чувствовать себя зашибись Конституция, вот это вот и все Я, короче, там сейчас обустроюсь, да? Ну все, я пошла Обживусь там Еще раз спасибо, дружочек Это Грейс Армстронг Рейдеры захватили прототип оружия, над которым я работала Меня прижали Нельзя дать им забрать его Нужна помощь Кто-нибудь? Кончился Неплохо Мы могли бы друг другу помочь Кармина, как же я не догадалась Спасибо Ты тот самый чужак? Ты попортил рейдерам немало крови Супер Наконец-то молодежь включилась в борьбу Я Грейс Не будь я слепой, как крот Сражалась бы вместе с тобой Я уже не та, что прежде Но все равно стараюсь быть полезной Осознав, что я уже не могу целиться и стрелять, как раньше Я смастерила пушку с учетом этого Если честно, я воспользовалась твоей идеей Добавила пару прибамбасов Будь я понаглее, сказала бы, что это лучшая пушка в округе Спасибо Вот только рейдеры украли ее у меня И спрятали в старом депо Там они хранят все, что отбирают у местных жителей Будет непросто Но поверь мне, рискнуть стоит Найди пушку Забери украденные припасы И перебей всех, кто встанет у тебя на пути Не забудь забрать материалы Они пригодятся, если мы хотим дать отпор рейдерам Я добралась до депо Приходи, когда закончишь Классная пушка, правда ведь? Отлично справился Навешал этим рейдерам Пушка твоя Ты же помнишь, что у меня зрение не к черту Думаю, тебе она пригодится больше, чем мне Припасы, которые ты добыл, принадлежали людям Пусть теперь вернутся к ним Жители процветания с умом используют все, что ты им дашь Я в том числе Да-да Я собираюсь осесть в процветании Если тебе или твоим друзьям понадобится пара уроков Приходите Береги себя Я иду к тебе Они держат Раша под землей Проберись туда и вытащи его хоть как Удачи Господи Боже, я думал ты труп Надо было в тебя верить Ты пришел за мной Чокнутый сукин сын Ты пришел за мной Нужно идти Ну Погнали Вставай за турель И я вытащу нас отсюда Едем Едем Не думал, что останусь в живых Спасибо, что рисковал жизнью ради меня, Кэм Я тут такое видел, не поверишь Как-то ночью на шахту напали странные люди Они словно из каменного века явились С луками и стрелами против дробовиков По ним били в упор, но они не сдавались Слушай, я не верю в магию, но верю своим глазам У них было что-то такое необъяснимое Если б мы знали, в чем их секрет Может, смогли бы дать отпор близнецам Я вымотался Надо перевести дух Мам! О, тише, тише! Боже, Раш, как же тебя отделали Ерунда Пара дней и пройдет Я не ослышалась Ты Томас Раш? А вы миссис Рай Кармина о вас рассказывала Дочка у вас не промах А то я не знаю Кармина, принеси спирт Ага Дай-ка осмотрю рану Вот так вот Сустав придется вправить Выжил только ты? Да Мне жаль, не представляю, каково тебе Я виню себя Близнецы умеют нагнать безнадеги Поэтому ты и нужен нам Не знаю, какой от меня теперь толк У нас получится, Раш Отстроим, тут все укрепим, как и договаривались Это сложно Нужны специалисты, эксперты Но начинали вы с малого И здесь то же самое У тебя есть опыт Научи нас Нужны еще люди Они должны хотеть учиться и быстро Ясно Так, теперь сустав Готов? Да Давай Ну ладно Тогда приступим Стоп Может, отдохнем? Пожалуй Идти вперед несложно Но надо приложить усилия Когда я строил поселение на Западе Я всегда привлекал к делу нужных людей Именно от них, специалистов Зависит развитие нашего дома Без них нам ничего не добиться Эй, иди сюда Сейчас будем есть Ну, пока не остыло Пахнет так, что долго не простоит Надеюсь, это комплимент? Мама решила, что нам не помешает Поужинать вместе, развеяться И она права Нам всем нужно отдохнуть Только не ей Она неутомима Не жди, что я изменюсь Даже не припомню, когда принимала Столько гостей Когда рассказала всему городу Что беременна тобой Мам Все так радовались за нас с Ником Не идеал И у нас еще много работы Но приятно вновь иметь какой-то повод для радости Достойный тост Без тебя бы ничего не получилось Ну же, выпей с нами Давно пора Что за черт? Это они Надо увезти детей внутрь Пошли О, нет Опустите пушки Зачем пугать детишек? Кармина Все будет хорошо Простите, не люблю, когда взрослые обманывают детишек Зачем вы это делаете? Все из-за вашего героя Пока ты не появился, все шло гладко Но ты Ты гребанная проблема Грабишь нас Ставишь все с ног на голову Слушай, давай убьем его Нет Не надо Мученики нам не нужны Дальше будет так Все поймут, что твоя помощь Это проклятие Люди, которым ты помог Дети, которых ты вдохновил Поселение, которое построил Мы отнимем все И вот тогда Мы придем к тебе Не урони Главное в этом мире Сила Ты Ты выставил нас слабыми И с нас хватит Мы заберем все, что тебе дорого И начнем с дома А если не сможем забрать Разрушим Лучше уходи отсюда Сюда, сюда О боже О боже Ну все Все хорошо Все хорошо Все хорошо Идем в дом Идем Нужно готовиться Это крушение, если ты сходишь к нему Узнай, готов ли он Права на ошибку нет Эти стены падут Мы погибнем Это крушение Мне жаль Пока все тихо Но они могут нагрянуть В любой момент Надеюсь, я успею предупредить Всех о появлении рейдеров Не хотелось бы потерять Черт Идут Давай к остальным Живо Это Раш Все назад К нам направляется группа рейдеров К нам направляется группа рейдеров Открывать ворота Слишком опасно Перебей тех ублюдков Что за черт? Откройте ворота Мне снова повезло Что здесь? Это еще не конец Повезло bachelor Повезло Надеюсь, вы можете Замечаешься Погоди Рвии Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok У них грузовики с пандусами! Ублюдки хотят перелезть через стены! Нужно остановить их! Давай, вперед! Кто-нибудь! Мам! 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 Эй, эй, послушай! Ну же, ну же! Эй, эй! Ну как ты? Ты, ты ранена? Нет, нет! Ты как? Порядок! Не знаю, сделайте что-нибудь! Все плохо? Дело дрянь! Много погибших и тяжело раненых! Близнецы вернутся, нам конец! Никого не осталось! А люди на севере! Эдемцы! Ты шутишь, что ли? Я видел их в деле! Они напали на лагерь, где меня держали! Вдвоем! Получили по десятку пуль каждый и скрылись в лесу! Их называли призраками! Но я не слепой! Эти люди были чем-то накачаны! И нам нужно это что-то! Ты предлагаешь обратиться к Иосифу Сиду! К человеку, который много лет мучил нашу семью! Это было давно! Он оставил нас в покое, мам! Все, что случилось в прошлом, там и осталось! Не вмешивайся! Мы здесь одни! И без помощи мы погибнем! Сделка с новым Эдемом! Это сделка с дьяволом! Других вариантов нет! Они что-то знают! И нам нужен их секрет! Секрет! Нас прижали к стенке! Выясни, в чем секрет Иосифа! А я улажу все тут! Он тебя не обидел? Как ты? Дядя с бородой? Он просто дал мне еды! Если он опять придет, сразу скажи маме и мне! Ясно? Я есть хочу! Сам говорил, искать еду надо везде! Да, но у него брать нельзя ничего! Даже еду! Нельзя! Потому что мы давно знаем этого дядю, и это плохой человек! Он обидел твоего папу и хотел обидеть всех нас! Эй! Если снова увидишь его, беги со всех ног! Слышишь? Иди домой, милая! Ей пора понять! Мы не принимаем помощь от адемщиков! Редактор субтитров! Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Они, ребята, странные и опасные. Ты слышишь мой голос? Ступай туда, где все закончилось. Туда, где все началось. Меня зовут Иосиф Ксин. Есть и те, кто называют меня отцом. Когда-то я услышал глаз Божий. Он поведал, что мне уготован нелегкий путь. И я прошел этот путь до конца. И оказался в начале. Мир не был готов к коллапсу. И люди ополчились против нас. Откройся свету и увидишь. Лишь мы достаточно сильны, чтобы жить в новом мире, что даровал нам Бог. Грехи этого мира были стерты очищающим огнем Божьим. Спасены были лишь те, кто внял знамени. Пламя Эдема выжигает грех, чтобы он не дал новые всходы. Дуют ветры перемен. Единственный выход Отвернуться от прошлого. Прошлое – причина нашего краха. Идти вперед можно лишь, отринув грех. Грех нашей крови. Плоти. Душа. Бог поведал мне на коллапсе. Я собрал семью, чтобы подготовиться к нему. Но ад следовал за конем бледным. Затем, что не смог уйти. Мой путь окончился здесь. В этих стенах. Он сказал, что придет достойный. Ты. Мой путь окончался. Н Reno. Продолжение следует... 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 Люди узнают метку. Они отведут тебя. Я знаю эту метку. Так Итан отмечает тех, кто хочет возжечь пламя нового Эдема. Его погасили бандиты, захватившие нашу землю. Оно горело у подножия статуи Иосифа. Ее взорвали много лет назад. Там есть отряд верных. Они помогут. Я думал, что для священной миссии нужен святой человек. Но, глядя на тебя, я понял, что это не так. Мы наблюдали за осадой на холме. И много узнали о том, что... Иногда я боюсь, что Иосиф умеет. Нам надо идти. Итан передал нам, что ты придешь. Многие пытались зажечь пламя Эдема. Но не справились. Пламя окружает множество рейдеров, и они безжалостны. Их больше, и они хорошо вооружены. Мы должны полагаться на скрытность и уловки. Вот оружие, подходящее для этого священного задания. Прошу, используй его. Верные помогут тебе. След. Я расскажу, что грядет. Мы не сможем вести тебя дальше. Спуститься в пещеру и зажечь огонь ты должен сам. Они затопили помещение и закрыли трубы. В этих трубах блажь, которая питает священное пламя. Откачай воду, а затем уничтожь трубы. И так ты выпустишь блажь. Подожги ее, чтобы праведное пламя разгорелось вновь. Но будь осторожен, иначе оно пожрет тебя. Ступай, грешник. Мы надеемся на тебя. Спасибо, Господу. Грешник. А может и нет. Отец решит, как называть тебя. Даже Итан не смог этого сделать. Думаю, именно ты воплотишь пророчество Иосифа в жизнь. Ступай к Итану, он расскажет, что делать дальше. Но иди, зная, что ты дал нам надежду. Новый Эдем будет ликовать. Хвала Иосифу и чужаку. Когда мы потушили костер этих дикарей, они сразу поутихли. Сейчас он снова горит. Если это придаст им силы, они снова начнут нас прессовать, я буду расстроена. Неверующий живет во грехе. Неверующий не знает наши обычаи. Неверующий! Зажег наше священное пламя. Нужен Иосиф. Он очищает от греха. Отец отпустит грехи. Отправь грешника на север. Итак, Новый Эдем. Вы прислушались к себе и считаете, что грешник должен идти искать отца? Да, безусловно. Отец добр к грешникам. Все-таки мы все его дети. Готовьтесь к причастию. Да. Идем готовь причастию. Нужно причастие. Напоите его. Отец ведет нас даже сейчас. Напоите его. Прошу. Мы отправим грешника на север. Он вернет нам отца. Славься Иосиф! Аминь! 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 Так ты сможешь перейти границу и выжить. Тебе нужно доказать, что он мертв. И они наконец поймут, что я их пророк. А я помогу тебе. Все будут довольны. Мы укажем путь. Послушай, у Иосифа есть святилище на севере. Ритуал требует, чтобы по пути ты зажигал огни. Вряд ли старик еще жив и увидит их. Но если ты не зажжешь огни, тебе конец. Север может погубить тебя, несмотря на причастие. Эта лодка и огонь — единственный способ, безопасный быстро добраться до цели. Отходи от них только в самом крайнем случае. Там лежит лук. Используй огненные стрелы. Найди доказательства смерти отца. И тебя запомнят как друга пророка. Я позабочусь об этом. Иди. Благословляю тебя. Благословляю тебя. Благословляю тебя. Благословляю тебя. Благословляю тебя. Благословляю тебя. Я сделал всё, что он просил. Я жертвовал собой. Семьёй. Я привёл нас в новый мир. Я думал, он будет чудесен. Но, увы. Я слишком долго ждал, что ко мне придут. Я отчаялся. Я уже видел твоё лицо. Бог показал его мне во сне. Я знал, что ты придёшь и всё исправишь. Чтобы всё стало так, как должно быть. Что ты принесёшь спасение. Ищешь помощи. Но помочь тебе может лишь Бог. Ты часть его замысла. Идём. Идём со мной. Уверен, именно тебя мне явило видение. Мир очистился в огне. И я понял, чего хочет от нас Бог. Я знал, что мы будем делать, войдя в Новый Эдем. Когда люди вышли из бункеров, я собрал свою паству и дал им новую цель. Оборвать все связи с прежним миром. Построить новое общество. Жить в мире с природой. И брать у неё лишь самое нужное. Самые тёмные и тяжёлые годы зимы. Я отчаялся. В отчаянии я пришёл сюда и нашёл наше спасение. Это дерево. Его плоды — дар Господа. Они помогли моей семье пережить голод и болезни. Новый Эдем расцвёл. Мы создали рай на земле. Но он не был вечным. Ему помешало нашествие саранчи. Эти рейдеры воплощают в себе всё, что Бог велел нам отринуть. Их души прогнили. Они больны. Но ты... Ты не такой. Твоя душа достойна. Год помощи, что ты искал. Божий дар нам. Он спасал нашу семью в тёмные времена. Я предлагаю тебе наше чудо. Впервые ответов этого дара я оказался лицом к лицу со зверем. В своей душе. И в тот момент я понял, что буду достоин этого дара только лишь сразив зверя. Очистив свою душу. Ведь иначе этот зверь поглотил бы меня. это испытание. Это испытание. Очисти свою душу. Иди и убей зверя. Если справишься, если твоя душа чиста, значит, ты пастырь, посланник Бога. И я, наконец, смогу вернуться. Чудо помогло нам выжить. Но этот дар не даётся просто так. Он взращивает то, что таится в душе человека. И если душа тронута грехом, цена чуда будет ужасающей. Ты погибнешь, если не будешь слушать меня. Бей зверя туда, где он слаб. Не сражайся со зверем во тьме. Дай волю силе, что таится внутри. Вот почему я здесь. Некоторые люди не должны вкусить чудо. Даже те, кого я люблю. Даже члены моей семьи. Грех это зверь, которого нельзя кормить. ты станешь моим людям пастыем. Идём со мной в Новый Эдем. наше будущее зависит от верности моим догматам. Мы больше не можем уповать на Иосифа. Он уже не вернётся. Нам придётся забыть о нём и... и... Отец. Итан. Отец. Отец! Где ты был? Мы в осаде. Наши люди в опасности. Ты исчез. Ты был нужен нам, но бросил нас. Как-то... Я слушал глаз Божий, сын. Я слушал глаз Божий. глаз Божий. Дети мои. Я знаю, вы страдали. Я знаю, вы боитесь. Меня не было с вами очень долго. Но вы были не одни. Я слышал глаз Бога. Он показал мне путь, что ведёт к свету. Мы больше не станем прятаться за этими стенами. Мы больше не станем надеяться, что эти полчища саранчи оставят нас в покое. Пришло время драться. И Бог послал нам свой клинок. Вот! Бог испытал его душу, и она чиста. Безгрешна. И я, как свидетель его, говорю всем вам, что этот чужак наш пастырь. Отец! Вместе мы сразимся с ордами за нашими вратами. И вместе мы пойдём к будущему, что Бог обещал нам. Нет! Ты бросил меня! Ты бросил нас! Без единого слова, без указаний я делал, что мог. Был лидером. А сейчас, сейчас ты пришёл, спустился с небес и хочешь снова везти нас. Да. Я их лидер. Иосиф, наш лидер. Новый Эдем пойдёт за мной! Мы все на стороне отца. Сын, я знаю, как тяжело было твоё бремя в моё отсутствие, я понимаю. но это воля Божья. Иногда нам нужно жертвовать тем, чего мы хотим, чтобы почитать волю его. А чем пожертвовал ты? Однажды ты увидишь свет. А сейчас? Пойдём, все вместе. У нас столько дел. Ступай с миром. Я хочу поговорить с тобой. Мои верные уже сражаются с рейдерами ночи напролёт. Теперь я попрошу их найти в себе силы сражаться и днём. Твои друзья должны воспользоваться этим и действовать быстро. Моя семья долго не выдержит. Ну, а ты вспомни дар Божий. То, что ты испытал, лишь малая часть силы Господа. Будь благоразумен. Я позволю судья сопровождать тебя. Мой друг понимает лишь язык насилия. поэтому будет полезен тебе. Прежде чем стать нашим пастырем, стань нашим клинком. Иди, освободи этот край для тех, кто хочет жить в мире. Все мы грешны. Грех Итана гордость. Внутри него живет что-то такое, чего не изменить моему слову. Боюсь, что теперь это место Итана займет чужак. Зверь в его душе окрепнет, начав кормиться обидой. Нужно напомнить Итану о его матери. Она переступила через свою гордость и спасла ему жизнь. Он был слишком юн и не мог этого понять. Но теперь он достаточно взрослый. Тебе удалось выжить! Рад видеть, капитан. И рад, что тебе удалось уговорить Иосифа. Надеюсь, цена была не слишком высока. Что-то в тебе изменилось. Ты какой-то другой. Зато теперь, когда воевать с рейдерами будут еще и Эдемцы, близнецам придется сражаться на два фронта. Этим надо воспользоваться. Мы неплохо потрудились в процветании, но этого мало. Нам нужно больше специалистов, да и помощь им не помешает. Именно они вернут процветание к жизни. Когда мы разовьем его до максимума, оно станет отличной стартовой площадкой для боя с Микки и Лу. Займись этим, а я пока разведаю обстановку. Проверю, сможем ли продвинуться вглубь их территории и закрепиться там. Приходи, когда закончишь. Меня кто-нибудь слышит? Это не край. Я в плену, меня держат у старой водоочистной станции. Я подготовил транспорт для побега, нужно... Черт, они идут. Спасите, спасите. Так долго я ждал этого дня. Спасибо тебе. Огромное. Я торчу тут уже несколько месяцев. рейдеры притащили меня в этот лагерь и заставили мастерить всякую херь для близнецов. Мне нужно вернуться домой. Так, погнали. Кармина, а ты не знаешь, где мои кусачки? Ким. Я вроде положила их сюда. Стой тут. они они тут лежали. Куда их засунула? Что-то ищешь, милая? Приветик. Как? Эй, если ты занята, я пойду. Нет? привет. Привет, дочь. Привет, дочь. Акула. Мне теперь надо за мелким присматривать, так что я поступил ответственно. Захватил крепость, полную взрывчатку. Нет, нет, нет. Положи эту, приятель. Положи, малыш. Это очень опасно. Ты мило смотришься с этой штукой, но она опасна. Вообще, я Карл Виктор Бэшоу. Ну, это хрен выговоришь, так что чаще меня зовут Акулой. Добро пожаловать в усадьбу Бэшоу. Самое вонючее и шумное место округа Хоу. Именно здесь любит спать наш маленький засранец, когда не в духе. Сейчас он наверху, в гнезде, бро. Его зовут Блейд. Он сын моего бро, Херка. Ну, растим мы его вместе. И знаешь что? Блейд весь в отца, обожает пердеж и перестрелки. Это для него как колыбельное. Вообще, эта дыра принадлежит рейдерам, но мы с Херком засели тут, когда у мелкого стали резаться зубы. Боже, только эти сраные рейдеры каждую ночь пытаются нас выгнать отсюда. Так-то мы отбиваем все их атаки, но сейчас что-то дел навалилось, не продохнуть. Тяжко. Так что, ну это, будь другом, выручи уставшую мамочку. Я понаставил ловушек с трубами высокого давления, но их нужно зарядить, а с Блейдиком я с ног валюсь от усталости. Мне бы всего пять минут прийти в себя в сортир сбегать наконец-то, но я все равно буду на связи. Круть, круть, а теперь увеличь давление при помощи центрального клапана. Какой я умный, блин. покатит. Я в сарае, приходи. Заваливай! Спасибо за помощь, чел, спасибо. Из-за малыша и этих дилдаков в масках я вообще не высыпаюсь. Надеюсь, новые ловушки отпугнут этих говнюков. Ладно, это мои проблемы. Ты меня выручил и заслужил награду. На, попробуй. Мы с Кёрхом сами сделали выпивка для рывка. Для личного пользования, понял? Делимся только с друзьями, ну и с тёлочками, чтобы наладить контакт. Хе-хе, да. Наверное, стоило предупредить. Да, это этанол для движков машин. Эй, ты как? Прости, это я виноват. Вечно забываем, что не все готовы действовать так решительно, как мы с Кёрхом. Вот у нас дохера шлемоголовых. Я засел у братана с Блэйдом и гранатомётом, но их чё-то походу слишком много. Разберись с ними, как именно решать тебя и не дай им расхерачить ловушки. Это ловушки должны расхерачить их. Запомни это. Знаешь, я тут пришёл к выводу, это... это же место вообще не подходит для ребёнка. Ну, вообще. Рыховые куски металла, испарение серы. о чём я вообще думал? Нам стоит переехать в процветание. Поставлю там свою лавку. Ты заходи, я обеспечу тебя взрывоопасными хреновинами. Случилось что-то плохое. Я рада, что с тобой всё в порядке, но ты побывал в Блаже. Я пыталась предупредить тебя, чтобы не дал тебе Иосиф. Надеюсь, это того стоило. Но у нас проблема. Раш, его нет. Я... Я не знаю, где он. Он сказал, что идёт на разведку, но так и не вернулся. У меня плохое предчувствие. Прошу, поищи его, он где-то в округе. Я присмотрю за остальными. Береги себя. А ты упёртый, кроличек. Мы говорили тебе, хватит пихать нам палки в колёса. Ты не послушал. Мы забрали твоих людей, забрали Раша. Приходи к старому заводу удобрений. Вас всех ждёт важный урок. Вот и ты, кроличек. Мы вас предупреждали. Но вы с Рашем всё никак не угомонитесь, так что пришло время нам взять всё в свои руки. Теперь наша очередь создавать тебе проблемы. Мы же говорили, главное в этом мире сила. Будешь делать то, что мы тебе скажем. Или Рашу конец. Заходи внутрь, герой. Оставь стволы снаружи. Здесь у тебя не будет силы. Уходи! Живее! Что-то до боли знакомое. Похоже, мы это уже проходили. да ладно. Не уходи. Другое дело. Видишь, как с тобой бывает просто? Я хотела, чтобы ты это понял, чтобы увидел, что всё могло бы закончиться по-другому, если бы ты послушал нас и не лез. но ты и выбрал Кнут. Ну что ж. Вот лажа. Теперь весь вечер отмывать надежды и мечты со своих бутсов. ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Знаешь, пока не припёрся ты, всё было так охеренно. Притащился сюда со своим шикарным поездом и шикарными друзьями и решил превратить это место в то, чем оно никогда не будет. Когда мы пытались действовать разумно, ты зачем-то набрасывал говна на вентилятор. Слава! И снова! И снова! Все потому, что ты грезишь надеждой на будущее. А у тебя нет ни того, ни другого, ни у кого из вас. Вот черт! Слава, я люблю тебя! Девушки отдыхают Послушайте меня Зачем? Ты же не едешь с нами У меня нет выбора Отец... Папа говорил, если ты не с нами, то ты против нас Все не так просто Нет, просто Нам пора, мам Папа здесь Мишель Вам придется заботиться друг о друге Отец не сможет У него большие плавы Но что бы он ни делал, страдают люди Он решает проблемы Он создает их За ними Тянется кровавый след Ему все равно, кто пострадает Не становитесь Такими Обещай мне, что вы не станете такими Да, мам Не зря ходил на север Пора задать психам пару вопросов Эту Нет, прямо честно О О О О Ему Тем 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 Раш, прости. Прости, что села в ваш поезд. Что притащила тебя в Хоуп. Мы всегда будем помнить тебя. Ты рискнул ради нас и поэтому погиб. Это моя вина. Раш, ты будешь гордиться нами. Славный человек. Альтруист. А ты... Ты сделал все, что мог. Близнецы всегда опережают нас на шаг. Нужен новый подход. Пойду проведаю кармину. Когда будешь готов выслушать, приходи. Поговорим. Слышал, ты помогал процветанию. Смерть Раша всех подкосила. Но нельзя сдаваться. Мне не хотелось связываться с Иосифом. Но новый Эдем отвлек внимание рейдеров. И теперь мы можем застать их врасплох. Я расспросила разведчиков. Говорят, что недалеко от Старого Сада проводят бои. И рейдеры делают там ставки. Организатор утверждает, что хорошо знает близнецов. Может, врет. Но надо бы проверить. Я этому Фрэнку нахрен устрою. Эй, Шныра. Ага. Ты, я смотрю, обиду таишь. Размером со штат Техас. Похоже, у нас с тобой одни близняшки на двоих, да? Не так давно они меня взяли к себе. Я типа их правая рука. Почти правая. У нас так, знаешь, я одалживаю им, они одалживают мне. Типа ты мне, я тебе. И теперь вот долг за мной. А я немножечко в финансовой заднице. И мне нужен вариант, чтобы раз и ноль проблем. Ну, вкратце так. На арене проходят бои. И мне нужен кто-то, кто там всех порвет. У тебя поставлен удар? Можешь долбануть так, чтобы искры с глаз? Измерим твою силу. Врежка по этой штуке. Я, когда попробовал, сломал ее нахрен. Посмотрим, что можешь ты. Твою мать! Вмазал так вмазал! Не хотел бы я тебя в табло получить. Ладно, за дело. Ныкай оружие. Ясень пень, мы не можем его взять с собой. И за мной. Ну же, это рядом. Я сам был бойцом. И неплохим. Было дело. Даже серия нокаутов была. Небольшая. Семнадцать человек вырубил. Прикинь, семнадцать! Пришлось завязать. Я слишком сильный. Так врезал последний, может, а тот аж мозг выпердил. Серьезно? Нет, серьезно. Он свой мозг. Поэтому я и ушел. Подумал, типа, у меня дар, но я не могу его управлять. Ну вот мы на месте. Иди внутрь, там тебя подготовят. Только будь паинькой и не смотри никому в глаза. Закончишь? Я открою тебе дверь. Встретимся у склада оружия. Жадаем сзаду. Эээ, в смысле, задаем сзаду. Ты, Даня, за тобой. Я знаю, что тут к чему. Тебя прислал Ирвинг, да? Идем за мной. Первое правило бойцовской арены, все манеры сказать. Ну, чтобы они узнали все такое. Ну, тот удар, который выбивает зубы. Буду лупить в лицо каждый раз. Это любого собьет стол. Целую жареную собаку сожрал. Прям чувствую, как луп. Хилая плесень. Слушай, для начала нужно придумать тебе кличку, чтобы знать, против кого ставить. Точно конфетка. На лице написано, что конфетка. Решено. Будет конфетка. Давай, иди, конфетка. Да, счет возьми! А вот и последняя жертва засранца. Да, конфетка! Тебя держи, твой. Ты труп, конфетка. Ты уже труп. И эта конфетка. Да, иди, конфетка. Черт возьми! Да, блин! Вот так! Да! Черт возьми! Конфетка, конфетка! Жри грязь, конфетка! Ты там погибнешь! Заткнись! Конфетка размажет их оболу! Ох, не сладко тебе там придется! Потрясающе! Будет настоящая бойня! Ну что, отреби беспонтовые, добро пожаловать на лучшую бойцовскую арену в нашем радиационном мире! Ох, не тупим! Поприветствуйте нашего нового гостя, конфетку! Надеюсь, он протянет дольше, чем предыдущий! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Думаешь, умный, да? Думаешь, ты крутой? Ну да, твою мать, таким ты и был! Круто бился! Я мог бы работать с таким мудаком, как ты! То есть, мужиком! Мужиком! Мы таких дел наворотим! Великих дел! Великих! Знаю, ты хочешь попитаться с Микки и Лу! Я помогу тебе к ним подобраться! А дальше ты сам справишься! Я всё разрулю, не парься, Шныра! Просто положись на меня! Мне нужно побыть одному и хорошенько всё обмозговать! Так что давай, гуляй! Не могу думать, когда ты пыхтишь у меня над ухом! Буду на связи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нужно поговорить. Вот, спасибо. Мы с пастором Джеромом нападаем на конвои и освобождаем пленников. Но в этот раз всё пошло наперекосяк. Мы тормознули один грузовик, а потом нас неожиданно атаковали рейдеры. Они схватили Джерома. Мне чудом удалось спастись. Бог знает, куда они отвезли Джерома. Может, что-то в том грузовике сможет навести нас на след. Это недалеко отсюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Без пастора! Меня зовут Джером. Спасибо за помощь, но у нас еще много дел. Они хотели отвезти меня в старый дом Раев, где держат пленных. Собирались пытать. Помоги мне спасти этих людей. Может, все и обойдется. Сейчас они начнут. Спасибо тебе. Помоги мне. Помоги мне. Убей! 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 Я установил в тачке ловушку. Они никогда не будут такими же сексы, как я, потому что я излучаю уверенность. А это самое главное. Поэтому ее сюда и пригнали, обезвредить ловушку. Но я добрался до них первым. Погодь. 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 Дай сначала обезврежу ловушку. Не. Не оно. О, вот так. Стоп, стоп. А эта херня зачем? Неважно, неважно, разберусь. Всё норм, справлюсь. Сейчас рванём так, что волосы с ловка будут чекотать тебе жопу. Твою мать, это... это ловушка. Чё-то я её, похоже, не обезвредил. Ну ладно, ничего страшного. Если не тормозить дольше, чем на пару секунд, прорвёмся. Грузовик! Мы их вздрючили. Давай же, тапку в пол, эта киська должна урчать. Жми на газ, хочу ко... жми на газ, хочу кочить от скорости. Я знаю что, жопу эту тачку и все связанные с ней воспоминания. Еле ползёт. Просто выпрыгнем нахер, отбежим и посмотрим, как она взорвётся. Клянусь, я что-то слышала. Мы отделали их во всех позах, вообще во всех. Ух ты! Вот блин! Я... я знаю, что мы ехали со скоростью всего 5 миль в час. Но у меня сердце сейчас как будто из груди выскочит. И член встал! Это было круто! Всё было так... взрывы, стрельба, сраный бизон! А ещё кто-то загорелся. А если бы мы остановились, погибли бы. Всё было как... как в скорости, только в замедленной съёмке. Вот блин, чел! Знаешь, я хотел отдать эту тачку тебе в качестве награды. Но не боись, соберу тебе другую, и она будет пошустрее. Ладно, обещаю. Знаешь, я думаю... думаю, мы отличная команда. По глазам вижу, ты вроде как тоже это чувствуешь. Так что, если хочешь, мы можем продолжить наш путь мщения. Проломим ещё пару-тройку голов и все дела. Ты это, не тушуйся, вызывай. Я обычно свободен. Да, сама знаю. Тело тридцатилетней, а лицо похоже на мошонку, забытое на солнце. Хочешь, верь, хочешь, нет. Но перед тобой лучший стрелок среди руин этой убогой планеты. Можешь звать меня Бабулей. Если ищешь напарницу, чтобы преподать поганым рейдерам урок, я в деле. Но тебе придётся поднапрячься. Я тут соорудила себе стрельбище для тренировок, чтобы не заржавить. Покажи, что можешь. Отлично стреляешь. Для меня это прямо как глоток свежего воздуха. Чтоб меня бешеные медведи задрали, ты чертовски хорошо стреляешь. Но есть одно задание, с которым могу справиться только я. Залезаешь на силостную башню, только вы три ноги. Это отличная позиция. Высоко и обзор есть. Я запущу для тебя несколько шариков. Ха-ха! Ты не представляешь, с каким трудом мне пришлось добывать гелий. Хочешь меня порадовать? Сбивай шарики, когда они взлетают. С тех пор, как бабахнуло, сбить все удавалось только мне. Сбили один шар, и полетят остальные. Хлоп! Как из игрушечной пухи. Бабах! Ха! Прям в шаловальник! У меня особо не было друзей. И я привыкла говорить с вам на бой с лук. Что мне... Малыш, это было круто! Есть в тебе какая-то искра, это точно. И даже ярче, чем я думала. Но слишком яркие искры приводят к лесным пожарам. Мышь. Из-за тебя я начинаю верить в светлое будущее и прочую чушь. Уважаю тех, кто не теряется в трудную минуту. Стрельбище фигня. Если цель не петляет, как леса, попасть по ней пара пустяков. Другое дело, живые мишени. Шумные, грубые, хулиганы со склонностью к насилию. Вот это я понимаю цели. И ты меткий, быстрый и смышлёный. Редко встретишь столь одарённого юношу. Особенно в наше смутное пыльное времечко. Всякому нужно, чтобы о нём заботились. Даже мне. Раз в стуле. Считай, что мы одна семья. Я присмотрю за тобой, малыш. Отлично. Ещё немного рейдерских шкур и покрывало готово. Ха-ха! Ты никогда не узнаешь, шучу ли я. Финально. Кто-то подговорил бабулю работать против нас. А бабуля очень клёвая. Я надеялась, что она будет с нами тасоваться. Чёрт. А ты мастерская, очень нам пригодится. Шныра! Встретимся у старой тюрьмы. Я такое замутил, поверь мне, тебе стоит об этом узнать. Что они вообще в нём нашли? Шныра! Послушай. Тебе нужны близнецы, да? Хочешь подобраться к ним близко-близко? Что ж, я знаю, как это сделать. Если б всё было как всегда, я бы просто привёл тебя к близнецам. Но сейчас мы с ними не на одной волне, так сказать. Я им сказал, что они косячат. Ну, и они и психанули. Знаешь, как это... Ну, это не важно. Куда важнее, что близнецы теперь скачут вокруг этого Фрэнка, будто он их лучший друг. Даже сделали его надзирателем в тюрьме. Ну, ты прикинь. Знают ведь, что мы с ним не ладим. Он же конченый мудак. Думаю, я нравлюсь Лу. И она хочет, чтобы я ревновал. Иначе зачем им вообще общаться с этим говнюком? Короче, первая часть плана. Тебе нужно убить Фрэнка. И вот как мы поступим. Он ведь надзиратель в тюрьме, да? Так вот, я отведу тебя туда. Типа, я взял тебя в плен. А ты разыщешь там Фрэнка и грохнешь его. Убьёшь мудилу. Подробности расскажу по дороге. Доверься мне, дело верное. Спрячь тут своё добро. Пленникам пушки не положены. Затем полезай в грузовик, я тебя отвезу. Грёбаный Фрэнк. Ха, оранжевый тебе идёт. Ладно, запрыгивай. Поехали. Ты, наверное, хочешь знать, как смерть Фрэнка приблизит тебя к Близнецам, да? Скоро будут гонки на выживание. Победителя приглашают на понтовую вечеринку, на которой собираются главари рейдеров. Победив гонки, и получишь доступ прямиком в личное пространство Близнецов. Столка в том, что участники гонки уже подобраны. Придётся освободить для тебя место. И представь себе, Фрэнк один из участников. Да-да, видишь? Мой план гениалец. Убьёшь Фрэнка, и бах! Внезапно на гонке освободилось место. И так вышло, что я знаю этого парня, который знает детку, которая... Ну, в общем, я помогу тебе занять это место. Но сперва избавься от Фрэнка. Ах, подозреваю, безоруя тебе придётся импровизировать, чтобы убить этого урода. Но я в тебя верю, ты справишься. Точно, засранец. Ты прикинь, засранец на своём мусоровозе. Надеюсь, ты привёз что-нибудь ценное, засранец. Ценное, как наше время. Чё тебе надо, засранец? О, я тоже рад тебя видеть. У меня тут пленник, что скажешь? Головой за него отвечаешь, понял? Веди сюда. Береги себя, Шныра. Не подохни. Чё тебе надо? Чё тебе надо? Чё ты, конечно? Чё ты? Сюда и мясо, топай давай. Ну ты и чмо, ха, топея рожи в жизни не видела, теперь ты вафелька, добро пожаловать вафелька, дуй работать. Запомните, вы здесь навсегда, или пока не сдохнете, хотя для вас-то разницы никакой, так что заденьте. Кто-то должен делать пули, вы отличные кандидаты. И молитесь, чтобы эти пули не уделали вас. Лу, если ты отрежешь им языки, мы ничего не узнаем. Ничего, они не последние. Ты не слушаешь. Эти уроды что-то дали кроличку, и я хочу знать, что... Я тоже. Но чтобы получить ответы, нужно задавать вопросы. Да и я этим займусь. Я знаю, что делаю. Не хочу мешать. Мы заняты. Знаю, да, но тут пришел кое-кто важный. Настолько важный. Вам стоит это услышать. Давай, зайдем. Вот видишь, все под контролем. Я этим займусь. А ты чего стоишь? Так, на сегодня хватит. Все марш во двор. И что без глупостей? Ребята тоже касается, Вафелька. Ребята тоже касается, Вафелька. Что? На ежегодный обед приглашены только рейверы-боссы, плюс счастливчик, который выиграет гонку. Если кто-нибудь другой хотя бы попробует ссунуться, мы отдадим его. Развлечемся после обеда. О, чёрт! Ловко. Лезь в грузовик. И погнали отсюда к такой-то матери. О, блин! Блинский блин! Приступим! Работа охрененного профи. Ты не представляешь, как я ждал смерти Фрэнка. Спасибо! Неужели этот дебил правда думал, что ему место на гонках? Я должен быть на гонке. Я должен владеть гонкой! Я знаю о тачках больше любого из них. Да я б как-то собрал болид из кухонной раковины. Короче, место в гонке теперь твоё. Так ты сможешь подобраться вплотную к Мике и Лу. Осталось достать тебе более-менее приличную тачку и дело в шляпе. Слушай, нас не должны видеть вместе, так что давай, топай отсюда. Не боись. Скоро я с тобой свяжусь. От нас подальше. Шныра, всё готово к гонке? Приходи к старой заправке. Я тебя жду. Я долбанный гений. Каждый год победителя гонки на выживание приглашают на понтовую вечеринку. Ты будешь участвовать в гонке вместо Фрэнка. Тебе повезло, я надыбал тебе отличную тачку, везучая ты морда. Осталось только победить. Ведь тебе нужно попасть на вечеринку, Мике и Лу точно там будут. Там-то ты их и накроешь. Я за машиной. Встретимся вечером на этом же месте, Шныра. Вот твоя тачка. Сам привел в порядок. Залил полный бак лучшего этанова. Колеса подкачал. Полный набор. Тебя здесь знают в лицо, так что не снимай маску. Гонка начинается в полночь. Устроим Шныра. Порядок Шныра. В этом прикиде тебя не отличить от любого другого урода. Я все время буду на связи, так что если ты облажаешься или тебя прижмут к стенке, ты услышишь, как я смеюсь. Но ты затащишь, я уверен. Порядок Шныра. А вот и победитель, этот обмудок наш чемпион! Давай, чемпион! Отлично, Шныра! Билет на вечеринку ты заработал! Иди мимо охранников, будто ты здесь свой. Там будет полно больших шишек и все те еще говноеды. Аккуратнее, они дохера патны. План такой. Просто перебей всех. Вообще всех. Пусть заплатят за неуважение ко мне. Это было круто. Никогда такого не видел. Охренительно! Короче, избавимся от всех одним махом. Только не делай глупостей. Ладно, я пока заткнусь. Когда ствол будет на месте, я там сигнал. Это ж ты! Героя дня! Ха-ха-ха! Блин, круто было! Ты показал класс! Бабах? О, да. Прямо совсем как я в свое время. Ха-ха-ха! Спасибо всем, что вы здесь! Что приехали сюда. И тут клево, но мы ненадолго. Вообще не круто. Мы кое-что узнали. И у нас есть предложение. Заходи давай! Ха-ха-ха! А это что за хрен? Циц! Он решит все наши проблемы. Угу. Он проведет нас на север и поможет заполучить... Что там, фрукт? Священный плод. Чудо нового. Да, вот его! Этот парень говорит, что этот фрукт дает охренительную силу. И если заплатите, мы с вами поделимся. Чё-то я ни хрена не врубаюсь. Мы и так сильнее всех. Она права! Он реален. Я видела. Что ты несёшь? Святой плод? Не, ну это трындец. Да у вас, небось, мозги скисли. Как у папаши. Ха-ха-ха! 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 Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ещё комментарии будут? Плод получите только если всё сделаете. Вы должны сжечь новое дым дотла. Сделка есть сделка. Мы не подведём. Сейчас. Мы... Мы должны спешить. Ну пошли, чё. Блин, да мы сожжём эту сраную деревню дотла. Прукт, от которого становишься сильнее? Херня. Ха-ха-ха-ха! Вот же странное дерьмо. Они уже свалили! Чёрт! Это облом. Ну хоть с остальными мудаками разберёмся. Пушка. Пушка в сортире. Ясно? Ясно. 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 Ха-ха-ха! Твою-то мать-вперемать! Близнецы смылись вместе с тем психом! Они поехали в Новый Эдем! Дочty тебе говорю! Убей их до того, как они узнают, что я тебе помогал. А мне надо залечь на дно. Удачи, Кишнэра! Держу за тебя кубаки! Внимание! Нам сообщают об атаке Близнецов на Новый Эдем. Какой-то предатель открыл для них ворота. Время пришло. Покончим с Близнецами раз и навсегда. Прошу. Итан привел их. Саранчо. Привет, кролик. Я думала, ты уже сдох. А ты все никак не уймешься. Упрямый, как осел. Но мы тоже. Самое обидное, что мы могли бы быть заодно. Мы с тобой. Таких бы дел натворили. Но, похоже, не судьба. Покончим с этим. Микки. Микки. Помоги мне. Микки. Микки. Нет. Кролик, я тебе сердце вырву! Я тебя замочу! Цель там, внизу! Ждите поддержку! Не выпусти! Ох ты ж... Эй, Микки, ты норм? Нет! А ты? Неа. Эй, ты там не сдохни. А ведь я обещала. Что? Маме, что мы не кончим, как папа. Ну, хоть повеселились, так ведь? Эй! Эй! Не умирай, первый! Нет у тебя такого права! Я старшая! Сначала я! Вот черт! Лу! Лу! Я должна была беречь тебя. Должна была беречь тебя, но не справилась. И, блин, мне так жаль, что я все похерила. Похерила. Кроличек, ты напоминаешь мне маму. Она верила. Она верила. Надеялась. Она... Хотела сделать этот сраный мир лучше, и нужно было послушать ее. Но все как-то завертелось. Делай, что должен. Итан ушел за отцом. Ты еще можешь помешать ему. Если нет... Что ж, это было круто. Да ладно. Я еще жива. Ты можешь это исправить. Итан, что ты сделал? То, что я должен был. Освободил себя. Освободил всех от тебя. От твоих правил. Итан, нет. Я возьму то, в чем ты отказал мне. То, что ты отдал чужаку, но не отдал мне. Я, твоя плоть и кровь. Такова воля Бога. Что ты знаешь про Его волю? Я пытался защитить тебя, сын. Вкус сленок. Что? Ты им овладел грех. Помоги. Прошу. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итан? Нет. Отец. Отец. Мне жаль. Я знаю. Мне страшно. Я знаю, сын. Ты простишь меня? Отец. Отец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, мой сын. Мой сын. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Его вина лишь в том, что я его отец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не хочу подвергать тебе опасности. Ну, а когда вырасту? Даже тогда. Но почему? Я его хочу. Божий замысел не таков. Ты понимаешь, Сэл? Ты уже старый. Когда умрешь, я его возьму. Я думал, что понял волю Божью. Думал, он хочет, чтобы я создал новый Эдем. Но не я его пастырь. А ты? Мою душу поразила опухоль. Я чудовище. И нес лишь страдания и смерть именем Божьим. Моя семья Стала прахом. Эдем стал пылью. Этот грех не искупить. Не замолить. Правосудие лишь в Божьей теснице. Замкни порочный круг. Даруй мне правосудие. Освободи. Он был бы горд. Посмотри, сколько мы сделали. Чего достигли. В мире полно опасностей, но мы справимся, да? Столько раз мне казалось, что ничего не выйдет. Что все это бесполезно. Но мы не сдавались. Была надежда. За надежду. За надежду. Такого, года на Сокол installation. Во всех свадья уходит. Это во findeh Itu, kullan seid sticksтор. В carving них до новых templings кастер-ско-кастеру. Субтитры подогналыссию. Субтитры подогнал это. Продолжение следует... Продолжение следует...